Поселок Аксеново-Зиловское в Амурской области. Здесь живет около 3,5 тысяч человек. И еще совсем недавно его можно было назвать умирающим населенным пунктом. Но 4 года назад ситуация в поселке резко изменилась. Достаточно было личного визита Владимира Путина в глубинку. Селяне пожаловались, что молодежи нечем заняться. И через два года в Аксеново-Зиловском построили спорткомплекс с бассейном. Теперь в поселке стало модно вести здоровый образ жизни. Бассейн и тренажерный зал очень популярны. Причем даже ездят 200-300 километров в деревню к нам, тоже ездят на выходные. Они звонят изначально с вечера, договариваются и приезжают. И дети, и взрослые, нравится всем. Благодаря визиту высокого гостя в поселке не закрылась и единственная больница в округе километров на 300. Более того, ее еще и отремонтировали и новым оборудованием оснастили. А вот школа в 2010 году у тогда еще премьер-министра Путина ничего не просила, а только рассказала о достижениях своих учеников и выпускников. Оказывается, именно в этих стенах взрастили герои Советского Союза. И не только. Эта сельская школа каждый год по десятку медалистов выпускает. А еще школьники ведут активную общественную деятельность. Мы вступили во всероссийскую акцию «Бессмертный полк». И организовали колонны, баннеры, флаги, стяги и штендеры с «Бессмертным полком». 72 фронтовика мы держали и несли. И у нас пришел чудесный митинг. И именно за эту школу, так сказать, наградили. Теперь здесь в каждом классе современное оборудование. Ноутбуки, планшеты, интерактивные доски. Есть даже классы роботостроения. И на этом свое развитие школа останавливать не намерена. А вот с чем в поселке есть серьезные проблемы, так это с переселением людей из аварийного и ветхого жилья. А такового в поселке больше половины. Сто новых домов для местных жителей уже построено по федеральной программе. И ключи от них розданы. И селяне их обживают. И все бы было хорошо, если бы не одно «но». Я очень довольна, что дали мне эту квартиру. Я отлично. Все. Единственное, котлы. И вот каждый подтвердит, из-за этих некачественных и маломощных котлов, уверяют местные жители, уже сгорело три дома. И этот недостаток нужно исправлять. Местная власть пока думает, как это сделать и где взять на это деньги. Но обещает все-таки помочь новоселам. Татьяна Гнездилова, Олег Петров, экспедиция 2014. Субтитры создавал DimaTorzok